Расскажите, пожалуйста, о том, что представила на этом стенде в этот раз корпорация Аркор и о новых разработках корпорации. Добрый день. На этой выставке «Грузгос-Экспо» компания Аркор представлена не отдельным стендом, а, как это символично, которая представлена на стенде своего партнера, немецкого концерна, компании РМГ. Это может говорить только об одном, что какая качество продукции компании Аркор является одним из лучших, так как немецкое качество является эталоном. Компания РМГ выбрала не просто так, а в комплекте со своим оборудованием поставки нашей краны, так как была необходимость при участии на российских проектах уменьшить себестоимость за счет применения очень качественного, но российского оборудования. И, пройдя несколько этапов выбора производителей в России, они вышли на нас и, применив на нескольких объектах, посмотрев в эксплуатацию, сделали окончательный выбор. И уже в течение четырех лет мы участвуем с ними в совместных проектах по программе ОСКУ. Это программа «Межрегион газа» по коммерческому учету и строительству узлов учета газа. Совместно с компанией РМГ мы установили свое оборудование на 18 регионах, применили оборудование диаметрами от самого маленького до диаметра до 800. На данный момент это краны шаровые, которые установлены на СУГРЭС на Урале. Краней показали себя максимально надежно, были при пусковых испытаниях, открывались и закрывались неоднократно, максимальными условиями использования ни одного зарекания, ни одной проблемы выявлено не было. Но это не значит, что мы делаем идеальную мантуру, которая является не ломающейся, не имеющей аналогов. Это не так, но мы стремимся к тому, чтобы постоянно усовершенствовать свое оборудование. Используя, возможно, рекламации, какие-то даже нарекания, когда приходят, мы их рассматриваем для того, чтобы в следующий раз можно было модернизировать что-то и улучшить. В этом году мы проходим заключительный этап вхождения в реестр компании «Транснефть». Завод посетил один из самых главных руководителей технического департамента компании «Транснефть». Завод был рекомендован для применения заказов компании «Транснефть». В следующем году мы планируем уже полномасштабно выходить на вхождение в реестр «Газпрома». На данный момент мы со своим оборудованием проходили испытания на полигоне. В 2006 году мы поняли, что наше оборудование имеет высокую степень надежности. И самое главное, у нас есть уверенность в дальнейшем, что мы будем полезны концерну «Газпрома», а также всем, кто будет к нам обращаться за арбатурой для использования на субъектах. На стенде не выставочный экспонат, а именно рабочий пример «Транснефть». Это ходовой по диаметру «Транснефть» до 300, которые поставлены на программу «Осфетки». Я же «Геонгаз» в количестве где-то, наверное, около 100-120 единиц за последние два года. Также мы выставили данный диаметр, так как он, в принципе, идет в комплекте с оборудованием компании «РФГ». Для того, чтобы это можно было визуально понять, как это все на объекте стыкуется, российское и немецкое. Как Вы считаете, готовы ли Вы сейчас поставлять на «Транснефть» большую арматуру, в том числе шиберные задвижки? Я могу сказать, что мы не только готовы, мы как раз-таки именно с этой позиции и выходили на аудитор нашему предприятию. Предприятие было модернизировано именно под выпуск данной продукции. И помимо этого мы именно изготовили задвижки шиберных диаметром 2000 для возможных эксплуатационных испытаний, для проведения каких-то неэксплуатационных участков, да, работы. То есть можно с ней, в принципе, проводить испытания на полигоне «Транснефть» и изготовили ее без заведомо имеющихся у нас заказов. То есть для того, чтобы именно понять, насколько наше производство готово к изготовлению данного вида продукции. Поэтому я могу сказать, что это со стопроцентной уверенностью готово к производству данного вида. На самом деле завод идет на заводе для полномасштабной не реконструкции, а именно модернизации того производственного цикла, который существовал. Именно на заводе существуют автоматизированные станции японского производителя «Акума», которые очень многим известны производителям ароматуры. В Санкт-Петербурге мы заказали и для нас изготовили, и мы уже приступили к работе, автоматизированный обрабатывающий центр, который может обрабатывать изделия диаметром до 1200-1400, и с возможностью шпинделя до 9 метров. То есть это автоматизированный центр с лифтовой площадкой, с нагружением фундамента на 2,5-3 метра. А также у нас на заводе находится магистральный испытательный стенд диаметром до 1400, который управляется софтами Microsoft, то есть является полностью автоматизированным, и имеет удаленный доступ к возможности проведения испытаний, не находясь непосредственно на самого стенда. Также у нас в ближайшее время, я думаю, что на выставку как раз «Немгаз» в экспоцентре будет небольшой сюрприз по поводу образования нового вида внешнего в интернете. Об этом я пока много рассказывать не буду, но все вы будете знать. Хотелось бы услышать Ваши пожелания, предложения на путствие арматурщикам, арматуростроителям и посетителям портала. Арматурщикам у меня одно пожелание. Будьте вместе, делитесь не только своим мнением об окружающих, а тем, что Вы смогли приобрести нового, что Ввели новое в развитие арматуростроения, так как это приносит пользу именно потребителю. А потребитель, он не ориентирован на кого-то одного единственного. Он всегда ориентирован на то, чтобы заказ выполнялся вовремя. И, в принципе, когда он видит консолидацию между производителями, он понимает, что он защищен со стороны самого же производителя и видит, что у него нет проблем в общении с коопературами, с кем он может, в принципе, сотрудничать. К сожалению, в рынке арматуростроения присутствует такой момент, как закрытие внутренней информации от всех остальных, полное отчуждение от возможности не того, чтобы внутренне договариваться, разделять какие-то поставки, какие-то заказы, а именно консолидироваться на выполнении крупных серьезных заказов. Я желаю всем арматуростроителям объединяться и быть вместе, и не делить того, чего нет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок